МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В апреле мы вам рассказывали о субботнике в садоводческом товариществе Десна. Администрация города и атомная станция откликнулись на обращение дачников и выделили транспорт для вывоза мусора. Глава Андрей Шубин пообещал садоводам с ремонтом дороги внутри товарищества. О том, как продвигаются эти работы, мы расскажем в нашем сюжете. Как и обещал садоводам глава города Андрей Шубин, ремонт дороги в Кукуевке включили в совместную программу «Любимый город». Дороги внутри садоводческих товарищей Десна и Строитель не ремонтировались последние несколько лет. Поэтому эту новость дачники восприняли с особым энтузиазмом. Сама идея хорошую дорогу отремонтировать. Сделано. Дальше как там, мы не знаем. В городе вообще много уже. Вот в нашем микрорайоне тут детскую площадочку уже поставили. Нормально облагородили. В городе много что делается. В сентябре, согласно плану, дорожники приступили к работе. Средства были выделены на ямочный ремонт. Дорожники меняют асфальтовое полотно картами. Качество ремонтных работ администрация держит под постоянным контролем. Специалисты комитета по городскому хозяйству выезжают с инспекции в Кукуевку практически ежедневно. В Смоленске завершился форум «Территория бизнеса. Территория жизни». Он стал эффективной площадкой живого диалога бизнеса, власти и общества. Участники говорили о социальной ответственности предпринимательства. Обсуждали лучшие практики системы закупок, меры господдержки малого и среднего бизнеса. Особое внимание уделили необходимости более тесного взаимодействия муниципалитетов с предпринимателями. Губернатор Алексей Островский подписал три соглашения с промышленными предприятиями Смоленщины и обсудил бюджет на 2018 год совместно с депутатами. О событиях и происшествиях, которые произошли в Десногорске на минувшей неделе, нам расскажет помощник начальника отдела МВД России Сергей Чулков. В течение прошедшей недели в отдел Министерства внутренних дел по городу Десногорску поступило 111 сообщений и заявлений, из которых 2 по преступлениям, телесные повреждения 14, ДСТП с техническими повреждениями 10, смерть некриминальная 3, прочие 82, раскрыто одно ранее совершенное преступление, выявлено 82 административных протокола, из которых за нарушение правил Должного движения 70, в том числе за управление в состоянии алкогольного опьянения, а антиалкогольные статьи 7. Преступление теоретической направленности не допущено и также не выявлено. Жители Смоленской области просят остерегаться кулинарных аферистов и оставаться бдительными. В социальной сети ВКонтакте вышел пост в группе Смоленска, который предупреждает об активизации кулинарных мошенников. Они якобы проводят мастер-класс от известного телешоу, приглашают людей пенсионного возраста и предлагают взять посуду в кредит. В последние годы очень часто в системе исполнения наказания должности, которые требуют особого внимания и ответственности, занимают женщины. В колонии-поселении номер 5 трудятся 11 женщин. В нашем следующем сюжете мы расскажем, кто ведёт пропускной контроль на проходной этого исправительного учреждения. В обязанности инспектора контрольно-пропускного пункта входит учёт осуждённых и контроль посетителей исправительного учреждения. Это очень ответственная работа. Татьяна Фомочкина на этой должности в системе исполнения наказания трудится уже 16 лет. Мой муж здесь работал. И брали на тот момент жён сотрудников. Ну, старались брать. Ну, я так вот попала сюда, предложили, я согласилась. А вот работа была мне неизвестна, ничего не знакома. Всё было вновь, впервые, страшно. Ну, потом втянулось. Всё нормально, всё помогли, всё рассказали. У нас чётко организовано всё у нас. У каждого свои обязанности. Все знают, в каком случае, что предпринимать, как действовать. То есть это уже как отче наш. Каждый сотрудник знает, в случае, в каком-то, допустим, обнаружении взрывчатых веществ или обнаружения наркотиков. Каждый знает, что делает, в какую минуту, в какую секунду, как поступает. То есть вот в этом плане проще. То есть ты не задумываешься, куда тебе бежать и что делать. Ты уже чётко знаешь свои обязанности. Просто их выполняешь. Всё. В работе Татьяны нет мелочей. Ведь она работает с людьми с непростыми судьбами, попавшими в сложную жизненную ситуацию. И иногда случаи бывают разные. И дежурных по КПП приходится быть и воспитателем, и психологом, и медиком. Я даже роды принимала, вы знаете, помогала принимать роды. У нас осужденная, беременная была, всё, на мою смену. Я её ещё сфотографировала, мы обновляли там базу. Как себя чувствуешь? Хорошо. Ну, хорошо, хорошо. Ночью Татьяна Николаевна рожаем. Ну, вызываем скорую. Татьяна Николаевна едет. Одевает это всё. Ну, там, чипчики эти, бахилы, ночнушки. Ну, то есть, вот, всё как надо. Татьяну за её ответственность очень ценят и уважают коллеги. Конечно, Татьяна Николаевна у нас уже служит достаточно продолжительное время. Уже, так скажем, не будем говорить сколько, да. Вот, за данный свой период службы зарекомендовался исключительно, в принципе, с положительной стороны. Свою работу знает. То есть, с коллегами взаимоотношения в коллективе общительные. Всегда готовы прийти на помощь, оказать какое-то содействие именно в практической деятельности. Потому что человек достаточно богатым опытом именно в службе. Ну, и в жизненном тоже. В системе исполнения наказания сотрудникам дают возможность посоревноваться в творчестве, спорте и профессионализме. Ведомство проводит конкурс «Мисс Уиз». В 2006 году в Десногорской колонии поселения номер 5 Татьяна Фомочкина стала победительницей. Она с достоинством прошла все испытания, одержала победу и представила колонию на областном этапе. Татьяна – творческая личность, любит рисовать, мастерить руками. Её работы занимают призовые места в конкурсах и на выставках. А её дети, их у неё двое, тоже взяли от матери любовь к искусству. Вот такие очень красивые и творческие женщины работают в системе исполнения наказания. С рабочим визитом Смоленск посетил замминистр сельского хозяйства Джамбулат Хатуов и встретился с главой региона Алексеем Островским. Они обсудили планы по развитию сельского хозяйства на Смоленщине. Сейчас регион возвращается к активному развитию льноводства, вводит в оборот неиспользуемые земли, а также занимается подъёмом молочного животноводства. Джамбулат Хатуов заверил, что министерство продолжит поддерживать регион в развитии этих важных отраслей сельского хозяйства. А сейчас новости спорта. В областном центре прошёл турнир по гиревому спорту среди студентов. Более ста молодых спортсменов прибыло в Смоленск со всей России. Соревнования проходят впервые на базе Смоленской академии физкультуры, спорта и туризма. Юноши испытают свои силы в классическом двоеборье. Толчок гири двумя руками от груди и рывок одной гири каждой рукой. Велоспорт в Десногорске становится всё более популярным. 28 октября в городе прошёл велопробег 150 км за 24 часа. В этом году он посвящён 35-летию пуска первого энергоблока Смоленской АЭС и Году экологии. Подробности прямо сейчас. Этот марафон проводился в Десногорске второй раз. Он стал особенным событием для любителей велосипедного спорта Атомграда. Организовать велопробег получилось благодаря поддержке организации молодых атомщиков и профсоюзного комитета Смоленской АЭС. Круг полностью 30 км составляет от фока до источника и обратно. Для участников младшей возрастной группы, это дети, мальчики и девочки до 14 лет, у нас один круг 30 км. Для женщин, ветеранов и юношей и юниорок, получается, у нас два круга 60 км. Мужчины должны проехать у нас пять кругов 150 км. Поддержать участников марафона приехали директор атомной станции Павел Лубенский, глава города Андрей Шубин и руководитель ЭЦМ Сергей Печерица. Классные ребята затеяли ударим велопробегом по бездорожью Смоленщины. Мы с таким лозунгом, мэр сейчас едет, я ему сказал, чтобы плакаты и флаги привез такие. Чего удивляетесь, так будет, да. У нас очень много красивых мест, красивых лесных тропок. Я по этой трассе много раз ездил. Это очень хорошо, мне это нравится. Я с удовольствием участвую. Первые руководители города возглавляют такое отличное мероприятие, как веломарафон. Но это нужно попробовать свои силы иметь. Нам, конечно, не 16, даже не 18, да, но тем не менее мы постараемся не ударить грязь лицом. Своими эмоциями перед стартом поделился юный участник марафона. Я сегодня приехал на веломарафон, чтобы поучаствовать. Готов сегодня проехать 60 км. Трасса велопробега была не из легких. Велосипедистам пришлось преодолевать бездорожье и размытые дождями проселочные дороги. Самому маленькому участнику марафона 6 лет. Он самостоятельно доехал до святого источника. Мне было тяжело ехать, но я справился. Свой отзыв о велопробеге оставил Григорий Шилин. Подъезжаю в первом контрольном посту. Замечательное мероприятие, которое сегодня организовали молодые отымщики. Хорошо подготовили трассу. Спасибо большое. Я сегодня первый раз, но с камерой освещаю это мероприятие. Мне очень понравилось. Здорово. Победителями стали среди юных спортсменов Анастасия Борщевская, Дмитрий Гуща и Максим Устюгов. Среди женщин стала первой Анна Козлова. В категории мужчины победил Александр Андреянов. Среди ветеранов первое место занял Сергей Печерица. Также в номинации «Сверхмарафонец» второй раз побеждает Алексей Борщевский. Он проехал 180 км за 15 часов. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok